Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый выбор жизни в удовольствии. И сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Это назначение своим клиентам анализов, разбор, интерпретация данных анализов и назначение по этим анализам какой-то диеты, подбор питания по результатам анализов и назначение различных БАД нутрициологом, человеком без медицинского образования. У меня, кстати, есть отдельный ролик про компетенции нутрициолога без медицинского образования и отличие его от компетенции врача-диетолога с медицинским, соответственно, образованием ссылочка на данный ролик внизу. Итак, нутрициолог, человек без медицинского образования, который закончил курсы переквалификации или переподготовки или повышения квалификации, попадает под статью Уголовного кодекса 235. Это незаконное осуществление медицинской и фармацевтической деятельности и попадает он под нее, если он начинает расширять незаконно свою квалификацию и границы своих компетенций до компетенций врача. То есть анализы, разбор, диагностика, назначение попадает все под осуществление медицинской деятельности. Именно назначение и разбор анализов в соответствии с жалобами пациента это диагностика, а диагностика заболевания это медицинская деятельность. В нашей стране медицинской деятельностью может заниматься только человек, который имеет образование медицинское, то есть врач, а также имеет специальную медицинскую аккредитацию. Ссылочка на статью Уголовного кодекса 235 у меня внизу есть, пожалуйста, посмотрите. Очень часто ко мне обращаются люди и спрашивают, делаю ли я расшифровку анализов, назначаю ли я диету по группе крови по результатам анализов, назначаю ли я какие-то БАД для коррекции, там железодефицита и так далее. Есть ли у меня на курсе такая услуга, как разбор анализов моих участников курса и соответственно помощь в подборе питания и БАД по результатам анализов. Я постоянно скидываю вот такое сообщение, что данная компетенция это не компетенция нутрициолога без медицинского образования, это компетенция врача, диетолога, нутрициолога, либо любого другого врача с медицинским образованием. У меня образование высшее, инженерно-технологическое, я инженер-технолог общественного питания, то есть я связана с питанием. Также у меня курс дальнейший по повышению квалификации в нутрициологии и диетологии, я его проходила при РУДН, Российском университете дружбы народов, курс очень серьезный. И далее я проходила курс в ФПА, ассоциации профессионалов фитнеса, это я считаю самое лучшее заведение на территории нашей страны, которое дает основы и базу нутрициологии. Как это все правильно применять, чтобы твои знания действительно давали результаты для клиентов. И в том числе в ФПА говорится, что у нутрициолог без медобразования есть рамки компетенций, и они не включают различные медицинские манипуляции вроде разбора анализов. То есть диагностика это разбор анализов, это равно медицинская деятельность, это равно наличию человека высшего медицинского образования. Если у человека есть какие-то конкретные жалобы, он всегда может пойти к врачу, врач назначит ему по результатам его всех жалоб, может быть есть какая-то еще история болезни. Он назначит ему нужные анализы, нужное количество, а не огромный список всех анализов на все витамины и минералы, которые нужны и не нужны. То есть врач, он знает историю болезни, он все-таки учился 6 лет, а не закончил курсы двухмесячные, трехмесячные. Да какая разница, все равно эти курсы не равно базовое сложнейшее медицинское образование. Я отдаю себе в этом отчет, и я никогда не буду брать на себя ответственность на расшифровку анализов и на назначение БАД. На самом деле здоровое питание это то, к чему нет знаний у большинства людей. Какие там БАД, если человек не может нормально свои 3-4 приема пищи сформировать по правилу здоровой тарелки. Включить туда полноценный белок, сложные углеводы, клетчатку, полезные жиры. Какие БАД, если человек не может себя и так с простым-то питанием обеспечить витаминами и минералами, не хватает знаний, не хватает практики, не хватает опыта. Множество мифов в интернете даже о составе и значении продуктов питания, об их влиянии на организм. Допустим, тот же самый сироп цепинамбура, тростниковый сахар и так далее, глютен и молочка, какие-то другие продукты. О них ходят мифы и легенды. И вот задача нутрициолога это как минимум рассказать человеку теорию, донести, что такое белки, жиры, углеводы, какие продукты являются приоритетным источником белка, жиров, углеводов. Развеять все мифы, страшилки, ответить на все вопросы касательно продуктов питания. Потому что на самом деле это огромный пласт информации и у нутрициолога нет никакой надобности залезать за пределы своих компетенций. И так работы много. И эта работа классная, которая дает людям реальную пользу. Не интерпретировать анализы и не учить своего клиента разбираться в анализах, а учить своего клиента интерпретировать составы самых простых продуктов, которые он обычно выбирает для своего рациона. Например, чтобы клиент взял и в своем холодильнике прочитал составы всех продуктов и сделал вывод, откуда он берет жиры, белки, углеводы, какие есть консерванты, красители, какие-то другие вещества в составе данных продуктов. И на основании этого уже принял решение, какие продукты ему может быть сократить и какие продукты ввести. И, конечно, нутрициолог все это контролирует. То есть он дает и теорию, и практику. И это действительно помогает сформировать комплексный образ жизни. Не анализы нужно учить читать своих клиентов, а составы продуктов. Самое простое. Зашел человек себе сыр купить или йогурт, или хлеб. Посмотрел состав, расшифровал его. Нутрициолог учит человека взять ответственность за свое питание. Дает понимание того, что от того количества и качества нутриентов, которые поступают в организм, зависит то, когда наступят возрастные заболевания. То есть на самом деле нутрициолог занимается мощнейшим делом. Это профилактика неинфекционных возрастных различных заболеваний. Да сейчас они не сильно-то и возрастны на самом деле. Все эти хронические заболевания, такие как атеросклероз, диабет второго типа, ожирение, избыточный вес, гипертония и так далее, они встречаются уже у людей начиная с возраста 30-32 лет. К 35 годам уж половина офисных работников уже имеют и животик, и лишний вес. Им трудно бегать, появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с волосами, с кожей. Появляются какие-то скачки давления непонятные, необоснованные, тяга к сладкому, к жирному. То есть постоянные перепады пищевого поведения, настроения. И это ведь все на самом деле очень связано с питанием. Питание это обеспечение всех биохимических процессов нашего организма. Питание это значит здоровье, это значит обеспечивать просто свое здоровье на базовом уровне. Именно это помогает своему клиенту воплотить в жизнь нутрициолог, уйти от постоянных диет, срывов, ограничений. Наконец-то перестать следовать каким-то непонятным диетам, кето-диетам, интервальному голоданию, каким-то дням на огурцах, на гречке, на еще чем-то. И комфортно создавать свое питание с учетом своего образа жизни, уровня физической активности. Обеспечивать свои тренировки питанием. И вообще тренировки рассматривать как то, что строит здоровье и строит красивую атлетичную фигуру. Помогает наращивать мышечную массу, а не инструмент для того, чтобы сделать дефицит калорий и похудеть еще больше на непонятно каком несбалансированном питании с огромным дефицитом. Нутрициолог помогает качественно встроить все привычки здорового питания в жизнь. Аккуратно, комфортно их ввести без стресса. Дать понять человеку количество каких продуктов нужно снизить, ограничить в рационе, а что вместо них нужно ввести, чтобы повысить уровень энергии, повысить работоспособность, улучшить сон, улучшить восстановление во время тренировок. И вообще дать мотивацию, чтобы жить каждый день в радости, чтобы человек просыпался в хорошем настроении. Потому что наше питание тоже влияет на то, как синтезируются у нас гормоны различные, как проходит у нас работа наших ферментов, как у нас выглядит кожа, волосы, ногти. В базе нашего здоровья всегда лежит то, что поступает каждый день в наш организм. 3-4 раза в день как минимум. И это питание. Это белки, жиры, углеводы в нужном нам количестве и нужного нам качества. Сейчас очень модно делать гипердиагностику. То есть давать все витамины и минералы. По этим показателям как-то это все расшифровывать худо-бедно. Покупать тебе комплексы витаминов и минералов. А на самом-то деле нужно просто повести дневник питания, посмотреть, что у вас с калорийностью у рациона, с набором нормы белка, есть ли сложные углеводы, клетчатка, витамины, антиоксиданты. Набирайте ли вы калорийность своего рациона. Посмотреть, что у вас по термообработке. Что у вас вообще с количеством приемов пищи. Может быть у вас их 10-12 в день, а вы думаете, что вы едите 3-4 раза в день. На самом деле то, что вы думаете, как вы питаетесь, это не то, что у вас по факту происходит. Дневник питания всегда показывает то, что обстоит на самом деле. И выявляются все вот эти минусы, которые человеку не позволяют быть в отличной форме, похудеть или наоборот набрать мышечную массу, поддерживать свою работоспособность в зале и нутрициолог это очень важный человек, который ваши тренировки в спортзале сделает вам помощником и сделает так, чтобы вы своим питанием обеспечивали эти тренировки и получали такие результаты. Если бы все люди все знали и умели применять, то на наших улицах не было бы такого количества тучных людей, а в спортивном зале люди бы приходили и получали результат, а не просто годами ходили, не теряли бы свое здоровье, так как слишком интенсивно тренируются и неправильно подбирают себе питание. Обязательно разграничивайте компетенции специалистов. Лечебное питание это компетенция врача, то есть это питание, которое согласуется с теми заболеваниями, которые у человека выявлены на основании его жалоб и анализов. Нутрицолог это профилактика и построение здорового сбалансированного рациона на каждый день для высокого уровня энергии, обеспечения своего организма белками, жирами, углеводами в нужном для человека качестве, в самом оптимальном количестве. Нутрицолог работает со здоровыми и практически здоровыми людьми с целью профилактики различных возрастных заболеваний, с целью улучшения качества жизни. И кстати, международные рекомендации ВОЗ по здоровому питанию, по правилу здоровой тарелки, у меня есть отдельное видео, ссылочка здесь внизу, они актуальны совершенно для каждого человека. Все все знают, но результатов нет и нет. И вот нутрицолог поможет вам прийти к этому результату в самой комфортной обстановке, с комфортным психологическим и физическим состоянием. Все все знают, а результаты у единиц. Значит не знают, или знают недостаточно, или знают то, что неприменимо. Нутрицолог это человек, который дает концентрат знаний, который применим действительно на практике для конкретного человека с учетом его физической активности, любым их продуктов и образа жизни. С вами была Мария Сафина, нутрицолог, специалист по здоровому питанию. Здесь мы строим здоровый, сбалансированный рацион питания. Поподробнее на статью Уголовного кодекса 235 о незаконном осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности даю ссылочку внизу. Там, кстати, еще одна статья о диагностике заболеваний. Кто может проводить данную диагностику? И там есть все определения, все термины. Можете поподробнее почитать. Самая классная диагностика организма, которую может порекомендовать нутрицолог своему клиенту, не пациенту, а клиенту. Пациенты у врачей, у докторов. Это делать раз в 6 месяцев биоимпеданс, чтобы понять, сколько мышц в процентном соотношении в теле, сколько жира, чтобы понимать динамику результата, как человек набирает, чем он набирает, мышцами или жиром, теряет он в процессе похудения мышцы или жир, с возрастом, не сильно ли уменьшается процент мышц и не сильно ли увеличивается процент жира. Рада быть полезной для вас с помощью моего курса «Искусство здорового рациона». Там мы занимаемся построением сбалансированного рациона и учимся отвечать за формирование своего здоровья через формирование своего ежедневного рациона питания. С вами была Мария Сафина, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Пока-пока!